Всем халлоути ребятушки, с вами Дамриэль и добро пожаловать на новый ролик. Продолжаем с вами делать пиццу, у нас по-прежнему третья глава, день 75. Итак, новости. Йо Супер Хэппи Пицца получил ничью с доктором Кехом. Предыдущий исторический результат был зафиксирован на квартальной вечеринке пекарей штатов в 1924 году. Ни Кех, ни отчаянная пиццерия не комментируют решения судей, хотя последняя прыгнула на второе место в рейтинге. Вот и все на сегодня, хорошая пицца, отличная пицца. То есть, нифига себе. Да ладно, мы реально на втором месте? Да, смотрите-ка, значит, ребят, это все-таки скриптом так было задумано. Я должен получить эти оливки, темная корка, без проблем, сейчас тебе все организуем. Итак, соус. Соус, ребят, первым делом кладется. Но на самом деле, как вы помните, в этой игре можно класть его вообще в любом порядке. Так, сырок. И оливочки потом с темной коркой. Кстати говоря, ребят, у нас на балансе 450 долларов. Я на самом деле боюсь прямо загадывать, но все-таки я возьму на себя такую смелость. Если сегодня все пойдет хорошо, то мы с вами наконец-таки купим первый автоукладчик. Вы можете себе это представить? Я на самом деле нет. Поэтому можно, ребят, ожидать всего чего угодно от этой игры. Любую подставу 100%, я вам говорю. Так, разрезаем на 6 частей и отправляем первую на сегодня пиццу к нашему гостю. Приятного тебе аппетита. Круто, круто, круто. Давай, следующего, пожалуйста. Мне нужно зарабатывать бабосы. Кстати, что у нас под сачарту? Под сачарту все прекрасно, ингредиенты были хорошие. На вкус она была, как будто ее только что сорвали с куста. Или пицца растет на деревьях? Я не уверен. По-моему, уже был такой отзыв. Так, задание. Войти в игру. Лутаем. Достижения, ребят. Счастливые покупатели. Все покупатели довольны 50 дней. Офигительно. Так, Цаврум, что нам сегодня предлагают? Смотрите, на 20.30 есть сырная и есть также две маргариты на 15.45. Может быть, рисканем? Может быть? А ну, давайте попробуем, почему бы и нет. Так, все, закрываем. Поехали работать. Вы знаете, что такое рататуй? Я хочу его на пиццы, но не томатный соус, а песто, пожалуйста. Я помню, что такое рататуй, но напомни, пожалуйста. Это вегетарианское блюдо. Возьмите баклажаны, сладкий перец, лук и базилик и положите на сырную пиццу. Не забудьте, я хочу на пиццы песто. Так, все-таки сырная, да? Ну, давай. Поехали, ребят. Давайте сразу, наверное, вот так вот выложу. Соус песто. Потом, соответственно, сыр. Потом баклажаны, лук, сладкий перец и базилик. Вроде бы я правильно запомнил. Но, ребят, на всякий случай, конечно же, мы с вами уточним, чтобы сегодня не обосраться. Так, баклажаны идут в первую очередь. Мне кажется, это одно из основных блюд. Блюд? Каких блюд, ё-моё? Это одно из основных элементов, ингредиентов того, что идет, соответственно, в рататуй. Так, лук. Однозначно, ребят, сюда отправляется лук. Потом, следом, мы, наверное, с вами положим перчик. Почему бы нет? Скоро приедет доставщик. Так что, да, ребят, нужно обязательно в этом заказе сделать две маргариты. Так, а что еще там? Напомни, пожалуйста. Так, сладкий перец и базилик, и лук. И баклажаны. Хорошо. Значит, ребят, остался только базилик. И следом, мы с вами сразу же быстренько, прямо очень-очень быстро делаем две маргариты. И зарабатываем кучу денег, чтобы, наконец-таки, купить автоукладчики. Так, поехали. Соус. Следом сыр. Давайте, наверное, сразу соус буду класть вообще везде. Чтобы уже, знаете, вот как бы положил и забыл про него. Чтобы там не бегать. Туда, сюда, вот это вот все. Так, сырок следом. По рейтингу, конечно, не очень хорошо, ребят. Я это прекрасно вижу. Но, типа, я сам на это подписался, поэтому нужно обязательно это сделать. Так, поехал базилик. В принципе, это недолго. Сейчас все быстро вот так вот прокликаю. И все будет хорошо. Я, конечно, ребят, пока еще не раскликанный. Не натренировался, не размялся. Но будем заниматься этим в процессе. А где я еще натренируюсь, как не на видосе-то, правильно? Так, давай вот сюда. Все, отлично. Так, тебя выгружаем, дружище. Режем на 6 частей. Я думаю, он не сильно будет ругаться, если чуть-чуть подождет. Ну, типа, мужик, ты понимаешь, у меня тут такое вообще сегодня предстоит. Я, возможно, в конкурсе выиграю. Куплю автоукладчик. То есть, прикиньте, насколько это будет позитивная серия, если это все реально произойдет в рамках одного дня. Я припарковался вторым рядом, так что давай побыстрее. Да, конечно, вот, пожалуйста, все готово, забирай. О, какой приятный запах. Неудивительно, что это место получает хорошие отзывы. А ты представляешь, я еще в рейтинге на втором месте. Так-то да. Это место прекрасно пахнет, но я люблю поддерживать рестораны снизу списка в рейтинге. А, ну то есть, ты типа не закажешь, да? Ну окей, ладно, до свидания. Я возьму Макси пиццу. Так, Макси пицца, Макси пицца, да, хорошо. 19.60, значит, это, ребят, от, соответственно, пепперони до перца. Давайте следом сразу же с вами возьмем сырную на 20.30 и будем потихонечку к этому делу готовиться. Так, соус, поехали. Сейчас тебе будет супер Макси... Нет, супер Макси тебе не будет пицца, ты мне столько не заплатил. Она просто будет супер вкусная. Но она будет Макси, как ты попросил. Так что не надо, у меня все хорошо, у меня все прекрасно. Так, ребятушки, давайте сразу сырок мы с вами положим сюда. И получается, что заказик на 20.30 у нас с вами готов. Ну скажите, это же великолепно. Мне кажется, сегодня, ребят, день начался просто офигительно. Вот серьезно, я сегодня за серию точно, вот прям все, ребят, я решил для себя. Сегодня за серию я хочу победить и купить первый автоукладчик. Это просто, наверное, будет самая идеальная пока что серия на данный момент. Определенно, ребят, однозначно. Так, грибочки. Такие вот, ребят, красивые шампиньончики. Потому что, скорее всего, это шампиньончики. Какие еще грибы могут быть полностью белыми, если не шампиньоны? Как бы белый гриб, если что, он не полностью белый. Там вроде бы ножка у него белая, а шляпка вроде бы коричневая. Ну, что-то в таком вот духе вроде бы. Поэтому, да, ребята, это шампиньоны 100% стопудово. Так, перчики. По рейтингу даже все хорошо. Блин, я сегодня прям красавчик. Вам не кажется? Мне кажется, ребят, да. Но, блин, главное не сплюнуть. Ой, тьфу, главное не сглазить. А сплюнуть-то надо, кстати. Да, 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 тьфу, тьфу. И вот так вот постучать по дереву. Чтобы, ребят, не сглазить. Возможно, это глупое суеверие, но я на всякий пожарный так сделаю. А ну, забирай, дружище, на. Ох, эта пицца вызывает у меня приступ нетерпения. Ну, ты можешь сесть на стол и поесть, если вдруг чего. А если вы думали, что гавайская пицца это спорно, как насчет гавайской пиццы с соусом песто? Это два кусочка просто пополам и сделайте ее темной. Без проблем. Я такое делал, я такое умею. На самом деле, ты уже не первый человек, кто у меня такую пиццу заказывает. Но, вроде бы, ты первый человек, который у меня заказывает гавайскую пиццу, хорошо прожаренной. Потому что до этого, вроде как, ну, как бы ничего не говорили. Так, а что там гавайская пицца с соусом песто? Ну, да, все. Давайте сами на низ, ребят, положим ананасики. Хотя, на самом деле, мне кажется, ананасики было бы логичнее класть на ветчину. Ну, типа, срать. Я сегодня делаю просто, знаете, вот как вдохновение появляется. Вот так я и делаю. Определенно. Так, ветчина. И отправляем, ребят, на зажарочку. Все, прекрасно. Сейчас еще пару заказиков возьмем. И я думаю, что все-таки возможно, даже мы с вами сегодня за этот именно день, за 75-й, все-таки накупим на автоукладчик. Пожалуйста. Я надеюсь, у меня это получится. Так, раз, два. Ай, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, не страшно, ребят. Небольшая помарочка. На. Я сейчас расплачусь, ведь эта пицца выглядит так хорошо. Давай еще кого-нибудь. С жирным заказом. Ай, блин. Обычно я получаю. На, давай, забирай. 15 минут, ребят, осталось. 15 минут. Хотя, блин, подожди. Я сейчас 5 заплачу за аренду. Ну да, у меня будет. Так, это преступление заказать без сладкого перца и грибов. Лобс. Ну, типа, ребят, там было без вариантов. Нужно было уточнять, потому что хрен его знает. Что за лобс? У меня такую пиццу еще не заказывали. Так, аренда 5. Использованные запасы 44. Общая прибыль 55. И, ребят, новые начинки не открылись. Поэтому деньги я никуда не трачу. А трачу именно на что? Трачу, ребят, на автоукладчик. Давайте берем пепперони. В общем, я подумал. Писали в комментариях, чтобы я взял резальщика. Тоже хорошая штука, я согласен. Но, типа, резку я очень быстро выполняю. Ну, типа, зачем мне это брать? Лучше взять пепперони и потом уже по порядку все остальные мясные начинки. Так, ребят, момент просто истины. Сейчас еще, знаете, не хватает вот этой вот барабанной дроби. Но мы будем без нее. Так, 500 платим. Да. Активировано. Хорошо. Три доллара у нас с вами на счету. Но у нас есть укладчик пепперони. В то время как наша команда собирает последние мировые новости о пицце, давайте дадим слово нашим спонсорам. Вы там как хотите говорите, а я пошел тестить автоукладчик. Я просто хочу немного СП для М. Блин, это уже было такое, да? Это М, это для меня. А вот СП сырная пицца. Ну, давайте я уточню. Сладкий перец для меня. Хорошо. Очень хорошо, что я уточнил. Так, давайте, погнали. Соус. Сыр вроде бы как тоже идет. Это то есть просто тупо банальная пицца с перцем. И давайте сразу, может быть, заказе какой-нибудь выцепим. Почему бы нет? Так, в цичарте все хорошо. Цаврум. Сосисочные три штуки. Вот, блин, да? Вот сейчас бы взял бы этот, как его называют, укладку сосисок. И вообще было бы офигительно. Ой, ну, блин, прям хорошо. Так вообще прям очень дорого получается. К 15.45. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте, ладно. Давайте, рискнем. Почему бы и нет? Так, укладываем с вами еще, получается, два теста. Потом, следом, соусы. В принципе, заказ-то не потный. Я смогу сейчас, наверное, две сосисочные пиццы сделать в рамках этого заказа. Вот и все, ребят. Сто процентов. Так, сыр. Конечно же, ребят, как без сыра? Сыр. Это просто самое главное, что вообще должно быть в пицце. Это по любасу. Так, тебе что? Напомню. А, тебе сладкий перец. Хорошо. Давайте я сразу, наверное, уложу и отправлю в духовочку. А пока там это все дело будет печься, крутиться, вертеться, мы с вами быстренько две пицульки сосисочные-то и намутим. Вот и все. Останется только поджарить и потом со следующим, ребят, заказом сделать еще одну сосисочную пиццу. Вот и все. Короче, нужно, я не знаю, я сейчас посмотрю, в общем, как там дела будут идти. Все-таки хочется дальше продолжать копить на автоукладчике. Все-таки, ребят, да, мы с вами хоть и достигли некого успеха, но хотелось бы все-таки большего. Поэтому, поэтому мы с вами будем стремиться накопить еще больше денег. Но, главное, не переусердствовать, чтобы не просрать в конкурсе, потому что вроде бы, опять же, писали в комментариях, что такое возможно. Квадратный корень из Пи, один в уме, да-да-да, а что у меня здесь, восклицательный знак, что у меня, что-то открылось, что ли? Ну, это бекон, это новые пиццы, ну, старые пиццы. Так, вонючий Пит, это окей, это вот это дело, хорошо, я запомнил. Так, едем дальше, следующий. Я делюсь пиццей с моим котом, и чё? Мне половину с оливками, половину с анчоусами с обычным красным соусом. Давно был такой заказ, но был, я его помню. Половина с оливками, половина с анчоусами. Ну, почему бы нет? Котейку-то тоже как бы побаловать иногда надо. То есть, получается, ты сколько? Ну, наверное, дней 50 назад она, ребят, наверное, заходила и заказывала такую пиццу. Ну, как бы долго очень. Да, это было на фестивале анчоусов, 100%. Да, редко ты кота, мать, балуешь. Ну, что поделаешь. Так, а что там анчоусы и оливки? Поехали. Первое. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, и анчоусики. Анчоусики, ребята, у нас с вами находятся очень далеко. Сами видите, просто какое-то нереальное количество начинок. Так, ты отправляешься в духовку, а тебя мы сейчас доделаем. Три сосисочные пиццы, 30 баксов и плюс еще сколько-то чаевых. То есть, ребят, ну, это как бы солидно, это прям очень хорошо. Короче, сейчас самое главное, это пережить конкурс. И как только, ребят, мы его переживем, мы сможем, я думаю, что, наверное, действительно упороться прям по максимуму в доставку. Там писали, что-то в районе за 5-6 дней можно копить на один автоукладчик. Можно, пожалуйста, кстати, пепперони заказать, пацаны. Я же хочу протестировать. Так, извините, я проскочил. Давай, раз, два, три. Забирайте красивые пицульки. Кстати, не 30, а 35. Вы уверены, что смогу ввести огромный вес величия этих пицц на моем крошечном мопеде? Ну, не знаю, это уже как бы не мои проблемы. Одну вомба-комба. Пепперони, да, сосиски, да, лук, оливки, грибы, перец. Ну, вомба-комба, это же, ё-моё, это же это, как его называются, там, это же Макси-пицца, точно, ребят. Так, вот, кстати, сейчас пепперони протестим. Прям, вот, прям, ребят, интересно, прям очень хочу. Так, сырок. Блин, как же это круто, я прям в нетерпении. Давайте сыра мы побольше положим. Так, пепперони. Раз. И два. О-о-о, блин, как же это охренительно просто. Как же это просто охренительно. Блин, прикиньте, иметь автоукладчик просто на все начинки. Это же капец, это же вот насколько будет игра легкой. То есть ты будешь максимум только чем заниматься? Тем, что ты будешь пытаться понять, что от тебя хочет гость. А всей укладкой будут заниматься автоукладчики. Ну, это типа мы пацана нанимаем, но походу зарплаты ему не платим. Мы, наверное, 500 ему заплатили за то, чтобы он работал, и все. Походу, да, ребята, наверное, это так все и работает. Но, блин, это круто. Это так красиво все. Прямо, знаете, все по разметочке укладывается. Блин, крутяк. Так, цаврум. Что нам предлагают? Грибная, кстати, на 20-30. Давайте берем однозначно. Можно даже уже коржик сделать. Там по рейтингу так-то еще все хорошо. Поэтому, да, ребят, могу себе позволить такое. Все, и останется просто уложить грибочки. Давай на второй слот сюда переезжай. Чуть позже я к тебе вернусь. А пока что, ребята, разрезаем вомбо-комбо. И отдаем ее нашему гостю. Блин, голубые коробки, правда, так себе выглядят. На. Лучше и быть не могло. Спасибо вам. Спасибо тебе, что выбираешь меня. Достойные пиццы для достойных людей. Я постоянно мечтала поехать на пиццакон. Я не могу поверить, что я здесь. Это так волнительно. Так, это судья. Половина ананасовой и половина анчоусной пиццы, чтобы это отметить. Пожалуйста. Так это легко. Сейчас тебе, мать, организуем. Половина анчоусной, половина ананасовой. Так-то, ребят, сейчас решающий этап конкурса. Я должен все делать красиво. И скоро приедет доставщик. Короче, нужно в этом не все сделать. Без проблем. Сейчас организуем. Так, а где чего? Подожди. Половина ананасовой и половина анчоусной. Вот так вот, ребят. Вот знаете, блин, очень хотелось бы поймать заказ на три пиццы пепперони. Прикиньте, да? То есть, я бы вообще на изи сделал бы их. Это ж было бы так круто. Ох, блин. Я надеюсь, ребят, что в доставочке когда-нибудь я все-таки выхвачу три пиццы пепперони. Либо у меня кто-нибудь закажет три пиццы пепперони. Это тоже будет восхитительно. Так, а на сколько тебе? Без разницы? Без разницы. Хорошо. Значит, на шесть стандартных, наикрасивейших... Так, подожди. Разъезжайся, камера. Красивейших стандартных кусков. Всего приятного аппетита тебе, мадам. Держи. Совершенство. Вау. Я жду от тебя крутых оценок. Имей в виду. Так, доставочка. Кто-то заказывает пиццу? Ну да, я здесь. Ну да, я тоже. На. Забирай грибная. После работы я собираюсь цаврум сюда и получить ужин. А, ну то есть ты типа ко мне пойдешь жрать. Хорошо, я жду. Мне нужна пицца со всеми овощами, которые подойдут к моему саду. В смысле? Все овощи. А, ну так все овощи, значит все овощи. Хорошо. Овощи это, ну то, что входит в категорию овощи. Ну блин, типа подойдет к моему саду. Как бы грибы же не выращиваются в саду. Да и оливки как бы, ну тоже в зависимости от климата. Хрен его знает, где их высадить. Хотя нет, подожди. Оливки это же фрукт. Точно, ребят. Ну е-мое. Как я мог такое забыть? Оливки это же фрукт. Самый что ни на есть фрукт. Точно, ребят. Однозначно. Так, укладываем с вами лучок. Потом следом, что у нас из фруктов? Получается базилик и кукуруза. Ну получается так. Потому что все остальное, ребят, у нас является фруктами. В том числе баклажаны. Напоминаю. Если вдруг кто не знает, либо вдруг кто забыл. Все, вот такая вот пицулька получается. Не знаю. На самом деле, мне кажется, ребят, она будет ненасыщенной. Чего-то здесь яркого не хватает. Просто вкус каждого ингредиента здесь. Ну он такой, знаете, он сам по себе. Ну так себе, если честно. То есть здесь нужно что-то такое яркое, что придаст прямо, ну прям палитру красочную. На. Палитру красочную вкуса. Ну типа ладно. Так, будет кто? Нет. Никого, ребят, не будет. Хорошо. Короче, прошел у нас с вами первый день после покупки автоукладчика. И пока что, ну не так уж и часто я его использовал. Но, я надеюсь, ребят, все впереди. Итак, следующий день. Новости. День открытия Пицца Кон будет представлен знаменитыми лекторами, такими как генеральный директор ЦАВРУМ Руфус Голдфорд и интернет-звезда Даяна Ломтик. Не забудьте проголосовать за ваш любимый ресторан в рейтинге. Лучшие два финалиста сойдутся лицом к лицу на соревновании Пицца-Палузы. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца. Отличная пицца. То есть, будет еще, наверное, какое-то итоговое, да, соревнование? Я хочу пиццу. Я хочу, чтобы ты приправил ее соусом, сыром. Ой, блин, опять это начинается извращенство. В смысле, а ты кто? Я возьму беконную с луком. А почему ты здесь стоишь? В смысле, вы сломались? Я что-то не понял. Так, задание забираем. Так, стоп. Ладно, ЦАВРУМ. Что под ЦАВРУМ? Ну, две пепперони и одна грибная, кстати. На 18.00, ребят, берем. Так, ну хорошо. Почему она здесь стоит, я не понимаю. Это как-то очень странно. Может быть, они подружки? Но к нам по двое никто никогда не приходил. Что-то, ребят, непонятно. Так, что там? Беконная с луком. Там еще какой-то звук был, как будто кто-то пришел. Вы слышите? Я что, игру сломал? Только вот не надо мне, пожалуйста, говорить... Вы слышите это? Что за бред? А ну. Ну, пока нету такого звука. Короче, ребят, что-то странное здесь происходит. Так, давайте с вами сразу же наваяем, я думаю, две пиццы пепперони. Сейчас так красиво будет. Блин, это так залипательно, когда автоматически укладываются ингредиенты. Так, а ну-ка, сырок. Мне кажется, сыр тоже бы красиво, ребят, укладывался. Но, опять же, да, все-таки логичнее, наверное, купить автоукладку мяса. Так, а ну, раз, два. Смотри. Блин, такая красота. Ой, это залипательно, просто круто. Так, вот сюда. Что там странное происходило за прилавком? Я не понимаю, ребят, сейчас посмотрим. Может быть, это какой-то ажиотаж в связи с пиццаконом? Там, вы видели там прямо у этих, у ворот стоит очень много людей. А ну, сейчас посмотрим. Да, смотри, что это? Десять из десяти. А, это вот так теперь. Однажды был человек, который заказал пепперони сосисками. Это человек я. Вот это да. Вот это, ребят, что-то непонятное. Какое-то странное происходит дело. Так, хорошо. Хорошо, просто раньше они так в очереди не стояли. Игра вроде бы не обновлялась. Непонятно. Так, сосисочки. То есть, прикиньте, ребят, я бы сейчас вот так вот тоже нажал, и у меня сосисочки так же бы красиво уложились. Вот это лепота. Так, это сюда пошло. Что там у нас по цавруму? Грибная еще нужна. Надо, ребят, сделать. Надо сделать грибную, раз уж мы с вами сэкономили время на автоукладке пепперони. Блин, как-то, ребят, странно. Какая-то прямо очередь. То есть, это звуки были того, что к нам кто-то пришел в очередь встать. Я ж надеюсь, они там сильно не будут бугородить, если они долго постоят в очереди. Вот этот вот момент мне, ребят, немного непонятен. Но типа ладно. Так, сюда давай. Раз, два и три. Все, грибную укладываем. Эту укладываем в коробочку. Может быть, их на превьюшку взять? Вот это, да, смотрите, да, что-то происходит вообще? Во. Вот так вот. Определенно, ребят, 21-ая минута. Я никогда не ценила еду больше, чем эту пиццу. А это Ники, что ли? Похоже на нее. Сладкий перец и сосиски, но без сосисок. Положите соус песто. Так, сладкий перец, хорошо. Сладкий перец без сосисок. С соусом песто. Как-то непонятно. Не знаю, просто, ребят, меня эта ситуация как-то в замешательство ввела. Я привык, что там по одному приходят, а тут прямо целая толпа выстроилась. Ну, согласитесь, как-то волнительно это все выглядит. Не знаю, короче, ладно. Так, а что там будет за следующий заказ? Давайте посмотрим. Может быть, я смогу взять две анчоусных на 20-30. Блин, а я ж потом опять лоханусь забуду взять заказ, как это было в прошлый раз. Нет, давайте, короче, я пока не буду сегодня брать заказы. Там просто что-то непонятное происходит на улице. Мало ли чего. Поэтому, нет, ребят, все, один заказ сделали и на этом хватит. Все, закрываем, отдаем. Следующий, пожалуйста. Спой мне пицца. Скоро приедет доставщик. Вон, видите, там что-то происходит. Я хочу пиццу гриб перони. И положите соус песто. Ну, гриб и перони. Сейчас с тебе все будет. Так, соус песто, поехали. Хорошо. Кстати, может быть, есть смысл в ближайшее время взять все-таки автоукладчик соуса. Ну, просто этот автоукладчик-то распространяется на два вида соуса-то. Поэтому, возможно, да, ребят. Ну, типа, я бы сразу либо томатный, либо пепперони укладывал бы быстро. В этом есть смысл, если что. Так, а все, поехала сюда. Да, кстати, точно. Наверное, ребят, я так и сделаю. Однозначно. Соус песто два раза прожаривать не надо. Это мы все сделали. Все прекрасно. Блин, короче. Что-то какая-то жесть. А ну. Еще один пришел. Вы должны быть некромант, потому что ваша пицца вернула меня снова к жизни. Давай ты. Или вот этот. Он долго стоит. А, вообще доставщик. На тебе. Три пицульки. Забирай. Мастер доставки 2 получено достижение. Какой приятный запах. Конечно. Они по-другому и не пахнут. Так, вы когда-нибудь ели ананасовые креветки? Это восхитительно. Спорим, еще вкуснее на пицце. Я хочу это на зеленом соусе. А почему 80%? Так. Может быть, это зависит от того, что они долго там стоят? Ни хрена себе. Так, ребят, хорошо. Значит, работаем активно. Так, что там получается? Креветки и ананасы. Что за бред? Почему у них теряется рейтинг? Пока они стоят, ждут. Нет, ну это логично. Когда ты стоишь в очереди, твое терпение рано или поздно закончится. Но здесь же так-то не работало. Короче, блин. Походу, ребят, действительно, вторая серия подряд будет супер насыщенная. Что-то происходит. Что-то там творится. Таврум. Что здесь анчоусное? Нет, я не буду брать. Это, ребят, супер хреновая затея. Не вывезу. Не вывезу. Так, раз. Два. Три. Вот если бы там заказали три пепперони, я бы взял с удовольствием. Я надеюсь, что эта пицца никогда не закончится. Закончится. 80% опять. Это место выглядит точно так же, как мое любимое место дома. Но сможете ли вы сделать мясную пиццу как дома? Так, это любители мяса, я помню. Не буду, ребят, уточнять. Сразу пойду делать. Любители мяса. Да уж. Почему у них по дефолту 20% теряется? Может быть, это так задумано. Но знаете, типа экшон в рамках конкурса? Кстати, да. Может быть и так. Так, ладно. Сосисочки. Потом бекончик. И потом ветчина. Это, ребят, стандартная пицца любителей мяса. Но курица туда не идет. Я помню. В прошлой серии. Да, вроде бы в прошлой серии. Такая у нас и была пицулька. Так, укладываем. Немного, конечно, неряшливо. Некрасиво получилось. Но я думаю, что сильно ругаться он не будет. Ну ты как бы, чувак, тоже извиняй. Ты ко мне приходишь уже сразу на нервах. Типа 20% уже рейтинга у тебя отнято. Конечно, я волнуюсь. Конечно, я нервничаю. Так что войди в мое положение. Держи. Вау, ничего себе. А я не успею всех обслужить. О боже, интересно, покажут ли они новую игру Тап Плейс на Пицца Кон в этом году. Не знаю. А, это все, смотрите-ка, пришли. И малой там был. Он, походу, тоже участвует. Ха, вот это да. Ладно, день 77. Что по итогу мы с вами заработали? Мы заработали ровно 65. Больше полтинника, ребят, это самое главное. Едем дальше. Так, в то время как наша команда... Хорошо, давай. Я готов работать снова. Поливаем. В моей машине медведь. Наверное, мне стоит заказать пиццу с луком. Ой, давно что-то у вас таких, ребят, не было. Ну, давай. Пицца с луком. Я, ребят, внимательно слушаю. На случай, если опять вдруг какая-то толпа придет. Пока что звуков таких нету. Но, может быть, это только пока... А, все, пришли. Да, ребят, короче, пока, походу, идет Пицца Кон, они все будут толпой ко мне ходить. Я же не думаю, что это на постоянной основе теперь так будет. Не надо нам такое, не надо. Так, окей, поехали сюда. Да сколько вас там приходит-то? Вы слышите, ребят, эти вжухи, которые там происходят? Я думаю, слышите. Все, закрываем, отдаем. Нет, ребят, доставку не берем сегодня. Постараемся прямо всю толпу обслужить. Так, эта пицца моя фаворитка. Хорошо. Я здесь ради бекона. Вы могли бы положить бекон сразу на лепешку, без ничего еще на ней? Ну, конечно. Это очень странно, но, типа, ради тебя я это сделаю. Там малой, я вижу, в очереди стоит. Очень странно. Без мерча так-то. Пицца Кон. Вчера, значит, у него был мерч, а сегодня он решил не надевать. Во, дает. И, кстати, да. Смотрите, ребят, это был второй человек в очереди, но, тем не менее, минус 20% было в самом начале. Значит, это так и задумано, так работает там. Ни одна пицца не сравнится с той, что в моих руках. Следующий. А, не рассказывай никому, но я хочу ананасовую пиццу. Ну, малой, блин, и ты туда же, что ли? Что ж вы все так боитесь этой ананасовой пиццы? Кто-нибудь мне расскажет сегодня или нет? Я не знаю. И малой туда же. То есть, прикиньте, что получается. Скорее всего, они всем городом, всей своей деревней, любят ананасовую пиццу, но при этом боятся рассказать друг другу. Это так получается. О, дают. Так, а ну-ка, давайте я все-таки, так, сачарт посмотрю, здесь прекрасно все. А есть? Нету. Я, ребят, просто проверил, на всякий случай, вдруг там будет пицца пепперони. Если бы она была, я бы, конечно же, бы ее взял. А так нет, пока что не надо. Тут, короче, что-то какая-то жесть творится, я не могу ничего поделать. Вкусно, вкусно, вкусно. Следующий. Дай-ка мне луковую пиццу с перцем, приятель. Хорошо. Луковая пицца с перцем. Меня просто это очень сильно напрягает, что там стоит огромная толпа. Это прям как-то, ну, знаете, непривычно, что ли. Хотя, наверное, со временем привыкнешь, и все будет хорошо. Так, луковая пицца с перцем, я помню. Но минус 20% на старте меня прям очень сильно напрягают. Не должно же быть так. Не знаю, ладно, в общем, в любом случае, вы напишите что-то в комментариях, либо я уже сам до того момента дойду. Кто знает, кто знает. Так, давай, быстренько пропекайся. Может быть, ускорялку взять? Хотя, нужна ли она мне? Вроде бы, и так пока справляюсь хорошо. Ну да, ребят, наверное, не буду я ускорялку пока что покупать. На. Эта пицца великолепна так же, как и вы. Следующий. Я не знала, что оливки на самом деле фрукт. Можно с песта? Прикинь, мать, я тоже не знал, что оливки на самом деле фрукт. А, вон оно, как оказывается. Еще и с песта тебе. Хорошо. Все тебе будет в лучшем виде. Сырок, чтобы не кричали, что я сэкономил на ком-то. И, ребята, оливочки. Хотя, по факту, это маслины. То есть здесь, прикиньте, вообще в двух... В двух параметрах, скажем так, расхождения. Во-первых, это маслины. А, во-вторых, это все-таки, ну блин. Как бы, в реальной жизни это овощ... Ой, какой-то овощ. Ну да, оливки-то овощ. А хотя, подожди. А что оливки такое? Ну это же овощ. Нет, подожди, это фрукт. Ну, по идее, фрукт. Ай, короче. Мне так нравится эта пицца, что я хочу купить вторую пиццу. Ну так брала бы сразу две пиццы-то, ну е-мое. Так, гриба-луковая пицца, темное тесто. Сыр на грибной половине, соус на луковой. Просто порежьте ее пополам. Кстати, да, вот это я помню. Гриба-луковая пицца. Так, темное тесто, сыр на грибной. Хорошо. Значит, ребят, все это дело вот так вот надо разделить на пополам. Но при этом, по-моему, соус кладется вообще по всей лепешке. То есть на пополам кладется только сыр. Вроде бы. Ну да ладно. Так, грибочки поехали. И лучок. Блин, можно, пожалуйста, заказывать пепперони. Почему вы все заказываете одни какие-то овощи? Пепперони же это вкусно. И у меня есть автоукладчик. Вы очень быстро получите желаемую пиццу. Так, подожди, темная корка. Ну ладно, не страшно. Уже порезанные тоже, ребят, можно жарить. Как бы здесь проблем с этим никаких не возникнет. Так, раз. И два. Все. Не, ну серьезно. Резко занимает гораздо меньше времени, чем укладка пепперони. Поэтому, ну, блин, логично все-таки взять пепперони было. Эй, если вы позволите мне зарядить мою батарею, я возьму сосисочную луковую пиццу. Ну да. Заряжай. Как бы вроде доступно там для всех. Поэтому без проблем. Я ж думаю, я прогрессивное заведение. У меня есть зарядки для телефонов. Как бы, ребят, ну, в современном заведении такое 100% должно быть. Я вообще не приветствую наличие телефона, когда ты кушаешь. Особенно, когда ты с кем-то кушаешь. Ну, потому что, блин, ты же приходишь с человеком пообщаться и поесть. А не залипать в соцсетях. Но все равно, ребят, заведение такую штуку иметь должно. Хотя бы даже просто, знаете, поставил на зарядку. И сидишь, кушаешь и общаешься с человеком. Но не сидишь в соцсетях. Нельзя в соцсетях сидеть. Так, разрезаем, упаковываем. Как-то неплохо я иду. Если я выиграю в лотерею, я найму вас личным шеф-поваром. Можно вот этого пацана? Он долго ждет. А я не ем в местах, которые располагаются высоко в рейтинге. Я предпочитаю забегаловки проще. Ну, ладно. Ты, главное, оценку поставь, что все хорошо. Грибы, анчоусы и ананасы это очень странное сочетание. Да нормально это сочетание. Почему вы считаете всякую дичь? По типу сосиски с луком на лепешке нормальным? А вот это вы считаете каким-то странным. Это же, ну, нормально все. Грибы, анчоусы и ананасы. Хотя тоже, опять же, да, вот. Ну, типа, ананас с мясом. Это неплохо. Это сладко, это интересно. А вот с рыбой. Насколько ананас хорошо гармонирует? Я не знаю. Без понятия, ребят. Так, и ананасик. Ну, да ладно. Раз он заказал, я ему это подам. Блин, так отвратительно вообще положил. Мне кажется, ребят, это самая отвратительная пицца, ну, чисто по внешнему виду, которую я когда-либо делал. Потому что, ну, смотрите, прям все расползлось. Я надеюсь, он не заметит и поставит мне хорошую оценку. Все, упаковываем. Так, а я так понимаю, очередь эта не заканчивается в любом случае, да? То есть они копятся, копятся еще больше и больше. У вас есть Wi-Fi? Я хочу посидеть тут немного и закажу Маргариту. Конечно, есть. Этому мы без проблем все сделаем. И Wi-Fi, кстати, тоже должно иметь заведение. Но, опять же, дай-то к вопросу, зачем сидеть в интернете, когда ты с кем-то пришел покушать, ну, и пообщаться. Но, типа, ладно, это судья. Ему, ребят, можно все ради хорошей оценочки. И вот, знаете, еще что подумал? А мы же с вами, ну, чисто теоретически должны победить в этом конкурсе. Значит, нам заплатят призовые. Ну, то есть, да, вы улавливаете мою логику. Возможно, ребят, на подходе скоро будет еще, получается, один автоукладчик. А, возможно, и два, смотря сколько мне заплатят. Держи. Кто-нибудь, дайте мне шапочку из фольги. Не надо, тогда сигнал Wi-Fi заглушишь. Он не сможет тебя облучать. Поэтому нет. Шапочка из фольги тебе не нужна. Итак, по деньгам у нас 52 доллара. Хорошо. Едем дальше. Давайте еще денек, ребят. На кураже с вами оформим. Пиццерии по всему миру борются за право участвовать в миссии Космик ЦА, чтобы доставить первую пиццу на Марс. Однако, пуристы от пиццы обеспокоены тем, что недостаточная гравитация может негативно сказаться на вкусе. Кстати, да. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Такое вполне возможно, между прочим. Я пытаюсь научить мою собаку ловить фрисби. Возможно, пицца с беконом позволит провернуть этот трюк, сделать ее очень хрустящей. У него, кстати, руки нет, если что. Ну, давай. Так, пицца с беконом очень хрустящая. То есть ты типа этой пиццы собираешься дрессировать свою собаку? Ну, в принципе, да. Почему бы нет? Ну, ты смотри, чтобы она тебе вторую руку не оттяпала. А то будет очень грустно. Так, давайте, ребят, укладываем с вами бекончик до конца. И потом проверяем цаврум. Что нам сегодня скажут? Так, здесь все хорошо. Так, сосисочная одна штука. Вегетарианская любитель мяса. Ну, блин, что такие заказы-то? Ну, е-мое. Ну, ладно, давайте сосисочную быстро сделаем. Как бы у него 100%, так-то было изначально. Поэтому можем себе, ребят, позволить сделать еще одну пицульку. Чисто по-быстрому. Как работать с остальными, я не знаю. Я, ребят, надеюсь, что вот эта вот ситуация, когда они копятся целой толпой, это временная. Потому что минус 20% на старте мне вообще не надо. И я планирую очень много заниматься доставкой. Так, подожди, два раза аж тебе надо. Все, я вспомнил. Самое главное, ребят, вовремя вспомнить. Давай, выезжай. Все, на тебе. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Все, упаковываем в некрасивую голубую коробочку и отдаем. Три желания. Три красивые пиццы. А вторую руку ты себе не хочешь заказать? Что за странное желание? Я хочу есть ананас в глубинах моря. Так, это ананасы анчоусы, да? А ну. Ананасы морепродукты. А, то есть это вообще морепродукты все. Пора бы, ребят, это уже запомнить. Хорошо. Я думаю, после этого раза я точно запомню. Так, сырок, поехали. Сырок. Вот так вот, ребят, красиво все укладывается. Все красиво смотрится. Так, ананас. Нет, давайте я в этот раз ананас все-таки не буду класть на низ. Я сначала положу морепродукты. А потом ананасик положу сверху. То есть, чтобы ты когда кусал, ты в первую очередь почувствовал вкус ананаса. А только потом уже вкус морепродуктов. Так, наверное, будет лучше всего. Хотя, кто знает. Так, ананасик пошел. Вот опять, смотрите, да? Уплывает, ребят. Уплывает анчоус с моей пиццы. Не надо. Все, дружище, ты будешь сегодня съеден. Так что не гони мне тут. Так, давай. 45 процентов. А могло бы быть 65. Если бы не минус 20 на старте. Это так-то сложно. На. С этой пиццей я сыт. Я рад за тебя. Дайте мне две пиццы с соусом, песто и луком. О, и сделайте одну из них наполовину ветчиной, наполовину с курицей. Сделайте их очень хрустящими. Ой, блин. Так, две пиццы. Поехали. Сыр и соус в любом случае должны быть. И сейчас тогда, ребят, разберемся со всем остальным. Я помню, если что, такую пиццу мы с вами уже делали. Поэтому нормально все. Так, сыр поехал. Хотя, блин, вот реально может быть взять... Ой, вот я не знаю. Все-таки может быть соус сыром взять следующими автоукладчиками. Не знаю, не знаю. Ай, ебресетэ, соусом песто. А-а-а-а. А, ну в принципе не страшно. Не страшно, ребят. Я знаю, сейчас очень много процентов потерял. Но это типа заготовки будут под следующие заказы. Поэтому все хорошо. Блин. Как я так опять лоханулся? Ладно. Так, что там нужно? Лук. Одну из них сделайте наполовину с ветчиной, наполовину с курицей. Давайте я вот эту сделаю. А вторую я просто закидаю луком. Ну да, ребят. Короче, это будут просто заготовки. Так что пицца в любом случае не пропадет. Так, ветчина следующая. Наполовину с ветчиной, наполовину с курицей. Все, отлично. Вот такая вот пицулька. Вот эта, кстати, пицулька, мне кажется, будет, ребят, прямо хорошо сбалансирована по вкусу. Чисто за счет того, что там будет мясо, которое даст свой сок, жир и вот этот вот весь приколдес. Так что да. Так, сыр пошел. Вот так вот красиво мы тебя хлоп. А лук? Конечно же, ребят, лук. 46% я стараюсь как можно быстрее все делать. Я стараюсь, я пытаюсь. Так, стой, ты ж, блин, почему камера иногда не двигается? Это не очень хорошо. Так как хрустеть надо. Да, ребят, хрустеть надо. Однозначно. Там на днях должен запуститься ивент. Но я еще записываю, ребят, до ивента. Потому что... А почему? А потому что так получилось. Но типа уже когда выйдет эта серия, ивент уже будет. Но как бы... Ай. А, ну да, все правильно, все хорошо. Короче. Потерялся, заговорился. Это лучшая в мире пицца, тем не менее я была вынуждена ждать. Ну прости, мать, ну вот лоханулся я. С пестом получилось что-то не то. Так, сосисочное забирай. И вот сюда. Счастливые люди, которые рады своей идее. Это да. Давай, следующее, быстрее. Я хочу две пиццы с соусом, песто, грибами и сосисками. И на одной можно положить лук только на одной половине. Да блин, ну почему опять песто-то? Ну как вы заколебали, блин. У меня две заготовочки лежат. Ну ё-моё. Ой-ёй-ёй-ёй. Ладно, поехали. Давайте быстрее. Что там у нас получается идут? Грибы и сосиски. И лук еще на одной половине. Хорошо, грибы и сосиски. И лук на одной половине. Надо, ребят, быстрее поднажать. Я должен до конца дня успеть скинуть вот эти вот штуки. Так, лук на одной половине. Это мы сюда закидываем. И грибы. Вот и все. Короче, я имел в виду, что я следующую серию уже буду записывать во время ивента. Если он, конечно же, наступит. Поэтому да. Так, вторая. Поехали. Сразу же, ребят. Не спим, не спим. Работаем. Восемь часов. Два часа. Нам за два часа нужно успеть скинуть две пиццы. Вот только попробуйте у меня закажить это сраное песто. Я вам положу с обычным соусом. Потому что мне нужно куда-то их деть из готовки. Хотя вот тоже, прикиньте, они лежат целый день. Ну, не целый день, полдня. Они уже, наверное, заветрились. Ой, ладно. Короче, в духовке полежит и все будет прекрасно. Так, хрустеть надо? Нет, хрустеть не надо. Поэтому режем, ребят. И отдаем. И быстренько. Нужно срочно. Прям очень срочно. Сделать еще два заказа. Либо один заказ с двумя пиццами. На. Я собираюсь расцеловать эту пиццу. Можешь меня, если что. Можно мне большую пиццу. В смысле? Максимальная пицца. Пепперони, сосиски, лук, сладкий перец, оливки, грибы. Ну так это макси пицца. А не максимальная пицца. О чем ты мне вообще говоришь? Ну, тем не менее, ребят, минус одна заготовочка у нас уже есть. 21.30. Походу, трандец. Походу, не успею. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, блин. Вот, ребят. Я просто уже на максимальной скорости это все делаю. Нажимаю. Ну, блин. Я не успею. Минус пиццулька. Эх, да. Да, ребят. Минус пиццулька однозначно. Но. Тем не менее. Помните, я вам говорил, что я хочу протестировать. Что будет, если пиццу прожаривать три раза и больше? Давайте проверим, как она сгорит. Так, грибы я положил. Да, это отлично. Рейтинг еще позволяет, поэтому могу себе позволить. Так, второй раз поехала. А вот сейчас, прикиньте, кто-нибудь придет. Ну, вот из тех пацанов из сюжета, которые приходят обычно. И попросят пиццу. А я заготовку просрал. А, походу, она не сгорит. То есть, видите, она вот так вот крутится, крутится. Но, тем не менее, она остается во второй степени прожарки. Ладно, валяйся здесь. Все равно ты исчезнешь. А мы отдаем пиццу льку этой милой женщине. Как ты посмел сделать такую прекрасную пиццу? Посмел, представляешь? Никто, кстати, не пришел. Так, 79-й день закончился. Общая прибыль 53. Неплохо. Ремонт, конечно, ребят, ремонт духовки. Спрей против насекомых. И ремонт подогревателя. Вот это да. Но, тем не менее, у меня осталось 173 долларов чистыми. Собственно, ребят, как-то так. Я не знаю, в какой там, в ближайшей, по ходу, серии все решится. Победим ли мы в конкурсе или нет. А если победим, то какую награду мы с этого получим. В общем, оставайтесь, как говорится, на связи. Чтобы узнать, что будет дальше. Собственно, как-то так. Пишите, в общем, ваши комментарии. Ну, а ссылка на плейлист со всеми сериями. По замечательной игре. Хорошая пицца. Отличная пицца. Будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки. И подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Дамриэль. Всем годбайте, ребятушки. И до новых встреч.